Согласно хадису, любой, кто говорит, что он махди, знайте, что он лжёт. Любой, кто читает лекции из подвала дома своей матери, потом выкладывает их на ютюбе и говорит, что он махди, знайте, что здесь и сейчас он является лжецом. Махди не будет желать быть махди. Люди настойчиво заставят его взять это на себя. Люди скажут, у нас нет выбора, ты наш лидер, мы желаем выбрать тебя. А он не захочет принять это. Но затем он найдёт себя в ситуации, когда не будет иного выхода и крайне неохотно, но сделает это. Вот почему любой, кто говорит людям, идите за мной, я махди, и затем за ним следует два человека, пять или десять человек, то согласно хадису, такой человек является лжецом. Истинный махди не будет заявлять, что он махди, призывая людей давать ему присягу. Инициатива будет исходить от самих людей. Люди полюбят и будут уважать его из-за его нрава, а не из-за того, что он будет говорить, я махди, принесите мне присягу. Итак, данный хадис упоминает очень важный момент. Махди будет родом из Медины, он там родился и вырос. Однажды с ним произойдёт перемена, и он станет праведным человеком. И скорее всего, как говорят учёные, в этот период будут происходить определённые политические столкновения. Правители того времени будут осознавать, что этот человек представляет для них угрозу. Почему? Этого мы не знаем. Возможно, из-за его родословной распространятся слухи о том, что он махди. Этого точно мы не знаем. Но правители скажут, этот человек представляет угрозу. Человек испугается и будет спасаться бегством. У него не будет армии. Он будет один, и сам в одиночку он побежит в сторону Мекки. Почему в Мекку? Потому что, согласно нашему шариату, если человек входит в Мекку, никому не дозволяется нанести вред этому человеку. Даже если человек является преступником, всё равно, согласно шариату, если кто-либо входит в Мекку, никто не может тронуть такого человека. Он находится под защитой Всевышнего Аллаха. Итак, махди направится в Мекку, желая обрести защиту Всевышнего. Что же случится потом? Далее есть хадис из сборников Бухарии и Муслима, достоверный хадис, который сообщает следующее. Аиша, да будет доволен ею, Аллах сообщает, что однажды пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, проснулся в разбитом состоянии, потому что он увидел сон. И затем он сказал, «Я увидел кое-что в моём сне, и это лишило меня покоя». И он сказал Аиша, «Это было удивительно, потрясающе, странно. Я увидел группу людей из моей уммы, как они напали на Каабу. Они достигли города под названием Аль-Байда. Всевышний сделает так, что земля раскроется, и вся армия провалится и будет уничтожена». Этот хадис приводится в сборники Бухарии и Муслима. Содержит ли он упоминание о Махди? Нет, не содержит. А что здесь упоминается? Здесь говорится об армии мусульман, которые будут атаковать Каабу. Почему мусульмане будут атаковать Каабу? Давайте обратимся к последнему хадису из сборника Абу-Дауда. Это третий сборник после сборника Бухарии и Муслима. Человек будет спасаться бегством из Медины. Он будет искать убежище в Каабе. И люди дадут ему присягу. Давайте рассмотрим этот хадис. Правители того времени испугаются, и будучи теми, кто обладает политической властью, они пошлют войска. Этот хадис говорит о том, что армия будет уничтожена Всевышним Аллахом. И когда это произойдет, это станет знаком о том, что пришел имам Махади. Но пока этого не произошло, ни один человек не может утверждать, что он имам Махади. И любой, кто утверждает подобное, является лжецом. Потому что даже сам имам Махади скажет, «Нет, это не могу быть я, я не подхожу для этого». Он будет отказываться от этого, и именно так поступает истинный лидер. Истинные лидеры никогда не желают лидерства. Они будут всячески отказываться от должности, подобно тому, как Абубакр Сиддык предложил вместо себя Абу Убайду или Умара ибн Аль-Хаттабы. Он говорил, «Вот выберите их, а не меня». Так поступает настоящий лидер. Итак, имам Махади неохотно примет присягу людей. Армия, которую вышлют против него, будет уничтожена Всевышним. И это тот признак, по которому все поймут, что это имам Махади. А пока этого не произошло, прошу всех братьев и сестер по вере, не обманывайтесь сладкими речами любителей болтовни. Не обманывайтесь ядовитыми языками гадюк. Не тот Махади, кто утверждает, что он Махади. Когда Всевышний позволит случиться тому признаку, о котором мы сказали выше, тогда мы все узнаем, что тот человек и есть имам Махади. Пока это видео существует в интернете и набирает десятки тысяч просмотров, те, кто стали соучастниками выхода этого ролика на свет, будут получать непрерывное вознаграждение. Ансар-Медия дарит вам такую возможность. Станьте соучастниками в распространении ислама, пройдя по ссылке в описании. Субтитры создавал DimaTorzok